Мы будем следить за развитием событий этой истории, а пока к другим темам. Выплатить долги требуют строители двух новых гипермаркетов в Алма-Аты. Владельцы торговых центров, которые недавно посещал президент страны, задолжали рабочим более 50 миллионов тенге. Вот уже полгода люди не получают кровно заработанных. Сегодня недовольные пришли к магазинам и потребовали расчета, что ответили рабочим в администрации, знает Тимур Ермашев. Вот уже больше полугода эти люди не могут добиться, чтобы им выплатили заработанные деньги. Маляры, штукатуры, отделочники – всего около 60 человек. Даже не предполагали, что у заказчиков строительства таких крупных торговых центров не хватит денег, чтобы рассчитаться с рабочими. В общей сложности им задолжали больше 50 миллионов тенге. Уставшие верить обещаниям люди сегодня собрались у новеньких павильонов. Вот такая организация, да, не сможет людям, работаем, это зарплату платить, да? Сколько можно ожидать? Каждый день приходим сюда, каждый раз приходим. Начальцы спрашивают, говорят, вот завтра будет или через неделю будет. А наши дети кто будет кормить? С нами что, как будет, да? При этом, по словам генерального директора фирмы, проводившей работы, деньги должны были поступить сразу после сдачи объектов в эксплуатацию. Однако и после того, как оба торговых комплекса с помпой открыли, зарплату рабочим так и не выплатили. Вместо того, чтобы рассчитаться с подрядчиком, владельцы зданий пытались взыскать с них штраф за якобы не до конца выполненную работу. 4,5 миллиона тенге, они выставляют нам штраф. Как видите, что здания все уже работают, циркулируют. Они нам обещали, что вот сейчас в аренду сдадут, арендная плата будет поступать, будут производить с нами какие-то расчеты. Ну, до сегодняшнего дня, как вы видите, уже люди стали неуправляемы, постоянно эти вопросы. В пикантности ситуации добавляет то, что во время своего рабочего визита в Алматы один из торговых комплексов посещал сам президент республики, и ему с гордостью демонстрировали прилавки с отечественной продукцией. Спустя какое-то время к бастующим вышел таки представитель заказчика, который, однако, не смог внятно объяснить, какая именно работа осталась невыполненной. В итоге сошлись на том, что работу отделочников проверит специальная комиссия, которая определит, были ли допущены нарушения договора во время сдачи объекта. Только после этого будет известно, когда рабочие получат свою зарплату.